Майские выходные на даче. Садоводы и огородники убирают участки, разбирают теплицы и готовят все к посадке растений. Но получить хороший урожай непросто. Секреты дачников узнал Кирилл Харламов. Это что? Это огурчики? Это огурчики. А какой сорт это огурцы? Есть китайские, есть корнишонные. А где китайские у вас? Хорошую рассаду на своем подоконнике не вырастешь, уверена Алмадинка Людмила Брызгалова. Не хватает пространства, света и влажности воздуха, поэтому покупают растения у опытных производителей. Сорта томатов, огурцов, баклажанов и перцев адаптированы под климат юга Казахстана. Он будет хорошо приниматься, цветет и удобрение можете какой-нибудь фосфор, амафосом можно удобрять его. И все, он будет свести и урожай будет хороший у вас. На участке в 10 соток Людмила выращивает традиционные овощи – картофель, лук, морковь. Полезные, богатые витаминами – малину, смородину, виноград. В семье очень любят клубнику, поэтому к ней особое внимание. Весной обязательно нужно сделать обрезку. Это обеспечит хороший урожай уже в конце мая. Бурная для увеличения урожая, а марганцовка для дезинфекции и тоже подкормка микроэлементами. Дачный старш Людмилы Брызгаловой больше полувека. За это время научилась тонко чувствовать и правильно выращивать овощи и фрукты. Своими секретами делится охотно. Вместо химических удобрений и стимуляторов роста нужно использовать компост. Это будет у меня дополнительное удобрение. Здесь пищевые отходы, здесь кожура от морковки, от картошки, шелуха от лука и, конечно, яичная скорлупа. Это все перегниет, это микроудобрение получается, питание. Итак, начинаем. Для каждого растения Людмила создает комфортные условия. Кому-то нужно солнце, кому-то частый полив. А вот, например, для огурцов – пространство. Вообще-то огурцы – это лианы. Они должны плестись где-то на массовые посадки. В колхозах, совхозах раньше были. Вот там, значит, на открытом, они тогда лежат. А у меня они на шпалере, они будут подвязаны. Им так лучше. Проветриваются, меньше болеют они и больше дают урожать. Первые огурцы скороспелого сорта появятся уже через месяц. За сезон Людмила Брызгалова собирает, как правило, около 300 килограммов. Этого хватает на летние салаты и зимние заготовки. Кирилл Харламов, Асхат Тастанкулов, МИР24.